На личный опыт, опираясь, что я тебе рассказывал, когда клиническая смерть была, выход из тела, я же его пережил, я его осознаю, я его видел, я понимал, я видел без тела, но я видел не сзади, не по сторонам, я видел туда, куда смотрел. Я видел сверху трамвай, я видел скорую, я видел потом свое лицо, я явно вне тела, для меня это было нормой в тот момент, соответственно, я понимаю, что это возможно, и это как бы даже не сложно. Потом, значит, опять же, принимая на веру опыт, который люди получают, те же йоги, выход из тела, потом тоже осознанное сновидение, когда ты, по сути, оказываешься в теле другого человека, вообще даже не себя, персонажа сна, ведь когда ты во сне просыпаешься, до тебя становится реальность, реальность сна становится абсолютно реальность, единственная, то есть в которой ты можешь там потрогать, ну, почувствовать плотность стен там, кирпича там, ну, вообще все то же самое, то есть я помню, даже туда сон, мне снится, я вдруг оказываюсь в каком-то зале, зал, типа концертного зала, значит, сидят люди, и внутри я осознаю, что, о, я проснулся, то есть я сейчас в зале, и я понимаю, что я спящий, я прям помню, как я сижу, там, трогаю, там, обивку этих кресел, оглядываюсь на людей, там, изучаю, потом, и у меня даже было сомнение, а может, я действительно оказался в реальности, как-то выполнен из памяти, что я сейчас где-то, на самом деле, по-моему-то зале, то есть я не понимаю, как я тут оказался, и пока я не вышел на улицу, и за мной увязалась лошадь, ну, просто лошадь, какая-то ебнутая лошадь, которая стала, думаю, за мной просто меня преследовать, а я стал от нее уходить, я начал прыгать на деревья, ну, уже сами мои прыжки стали, ну, противоестественные, как-то реальности, а лошадь стала за мной гоняться, причем она подпрыгивала, она вцеплялась зубами в ветки, раскачивалась, и так вот перепрыгивала с ветки на ветку, вот и ебануться, понимаете, а я к ней вопрос, ну, как, ну, как, ну, как я лихо, ну, не знаю, это дерево подзабирался, я, по сути, так же, только там прыг-прыг-прыг, перепрыгивал в большие состояния, ну, то есть я уже понимал, что все это солнце, классно, и лошадь эта приставучая, то есть не страшная, ну, забавная, приставала лошадь, ну, смотришь, как-то научиться визуализировать для всех слом, ну, вообще, на штабах, я хочу свой слом, как-то приставить. Ну, я давно об этом мечтаю, думаю, как бы это можно было бы сделать. Ну, да, я даже думал в свое время, еще давным-давно, когда я еще даже сам не занимался киноидевидением, я думал, блин, изобрести вот какое-то там считывающее устройство, чтобы, условно говоря, ты мог считывать сон и записывать его там, тогда, я думал, на пленку, там, на бутаканах. Ну, наверное, да, теоретически. Это же всего лишь вопрос о мелодии, наверное. Вот. Ну, так фишка в чем? Я вот, собственно, о чем начал говорить. То есть я, у меня тут целый набор вот этих фактов, да, выхода из тела, да, которые я не знаю не по-наслышке, а знаю, как бы, пережив это сам. Соответственно, я понимаю, что это всего лишь вопрос практики, и что, собственно, доказывает сны и доказывает вот эта клиническая смерть, что совсем не обязательно умирать. Можно же достаточно просто научиться входить в состояние, которое, ну, это, видимо, чего йоги и достигают постепенно, да, то есть они научают себя отделять душу от тела, там, ну, там, засыпать и оказываться там, ну, либо в свободном полете, либо перемещаться, ну, подселяться в другие тела. И потом дальше руководствовать своей теорией возможности невозможного, что это всего лишь так, как ты сложишь голову свою, как ты сложишь, ну, понять этот процесс и его так сложить, то есть, ну, учесть весь опыт, который там есть, там, понимаешь, знаешь, изучил сам, изучил от других. И просто догадаться, додуматься, как складывать пазл головы так, чтобы просто научиться делать это вот так. Раз, все, пын, и я в тебе. При этом я могу, ведь, по сути, я же с тобой, это одно сознание, только ты версия себя, а я версия меня. Ну, по сути, мы с тобой одно и то же. Мы, как бы, все, как говорится, забытые себя, почки, кусочки большого единственного я. Поэтому это всего лишь вопрос техники, ну, для человека, как мне оказаться в тебе, ну, и наоборот, да. Причем не просто оказаться, а именно оказаться, там, чтобы я, например, мог, ну, там, понимать твои эмоции, понимать, читать твою память, ну, то есть, испытывать те же эмоции, испытывать те же ощущения, там, болевые, там, ну, разные. Ну, то есть, если я попадаю в тело, я же начинаю, как бы, коннектить с ним и чувствую. И это тоже всего лишь вопрос заявки, я же могу захотеть вот так, вот поставить себе задачу, я подумал, вот, действительно, то есть, я могу оказаться в теле любого человека, либо вне тела вообще, раз это возможно, то есть, почему тогда нет. Я же не улетел ни в какую трубу космическую, ни в какой там свет не видел, я просто оказался на уровне тополей, и вот они подо мной, я это вижу, то есть, для меня это норма. Значит, это, как бы, это всего лишь вопрос понимания, как это делать. И этот процесс просто, как бы, уметь контролировать, ну, оказавшись в теле другого человека, чтобы тебя, там, не убила эмоция, там, какая-то страшная, которую в этот момент испытывает человека, а ее контролировать, соответственно, там, тихо, потише, погромче. Как себя человек чувствует? Так, а, у, у, не фига, себе как болит сердце, или, там, как душа болит, например. И подлечить человека можно, например. Ну, и при этом, можно, как говорится, быть либо как паразитом, да, и просто ехать в нем, как в фильме «Малкович, Малкович», там, где они попадали в актеров, там, залезая в какую-то трубу, то есть, они просто зрителями были, их постепенно выкидывало. Ну, а можно также брать на себя управление. То есть, это вообще не вопрос, а как оно так это происходит, а это задача. То есть, надо вот так, вот такой формат выработать путешествия между телами и сознаниями и так далее. И прикольная же, вот мы вчера с тобой про цель говорили, вот прикольная же цель, тем более, я говорю, если это из области фантастики переходит в область практики, то это уже вопрос просто тренировок. То есть, и совсем необязательно для этого умирать. Это потому что ты умер, у тебя шок, там, все, тебя выкинуло, ты остался такой, ну, не пришей, как боли, хвост, да. То есть, без тела, без этого, но при этом ты как бы чувствуешь себя органично, тебе не страшно, ты такой, даже улетаю. То есть, я тут перемещался, я висел не просто на месте, я, по-моему, куда-то перемещался, как-то даже за этой скорой как-то. То есть, соответственно, можно попробовать это делать, тренировать как-то, ну, почитать практики, опять же, какие есть, самому просто, главное самому думать. То есть, читать-то других надо, но все равно, пока ты сам до этого не допрешь, ты этот пазл не сложишь. Ну, а тогда это, ну, это такая благая перспектива, то есть, если ты научишься это делать, то получается, ты, оставаясь в рамках земли, например, той же самой, можешь быть уже всесильным богом. Потому что ты просто путешествуешь из тела в тело и заставляешь людей, помимо их воли, прививать им те идеи, те мысли, те действия, которые тебе надо. То есть, и, пожалуйста, здесь главное не заиграться в Бога и сохранить вот эту такую середину, иначе будет неинтересно. Интересно, если ты там все сразу изменил под себя, ну, и вот ты один король, и что, ну, какой интересный. То есть, все-таки играть в это, не в царя, а, типа, ну, вот я такой вот, типа волшебник. А я в этом лежал, когда мне зубы делали, ну, больно, я боль не очень, ну, люблю переваривать. Я думаю, вот сейчас мне больно, мне некомфортно, вот я, допустим, что мне мешает сейчас выйти из тела и вселиться, например, в тело какого-нибудь другого человека, который я себе представляю. И я прям, знаешь, у меня аж забалдел, у меня аж какое-то такое эйфорическое состояние, что я, типа, там, практически это сделал. Ну, не практически это сделал, ну, по крайней мере, замечтался капитально. То есть, для меня даже стало это, как говорится, не то, что, ну, мне казалось, что это всего лишь вопрос, опять же, технологии, техники. То есть, для меня это не было, перестало быть мечтой. Я об этом не мечтал, я это думал, как это сделать, как это реализовать, опять же, повторяюсь, опираясь на те знания, которые уже есть. Может, больше опытов проводить, экспериментировать, не просто размышлять, а экспериментировать, потому что эксперимент чем хорош? Ты получаешь новый опыт и, опираясь на него, уже продвигаешься. То есть, для этого надо экспериментировать, опять же, как я и раньше. Просто возобновить эту практику, которую я раньше делал. Надо попробовать это сделать во сне. Надо все-таки попробовать заставить себя проснуться во сне, еще вернуться в это состояние. И попробовать там поперемещаться из тела в тело, опираясь на ту логику. И запомнить это ощущение. Потому что во сне это произойдет по-любому, это всего лишь. Просто я никогда этим не задавался вопросом, то есть я просто оказывался, в ком оказывался, и будучи в нем, там, что-то делал. А по сути, можно же, действительно, просто там переместился в это, переместился в то. Потому что я же научился менять внешность, ну не только внешность, я же понимаю, нерв меняется после тебя. Вот такая вот интересная телевизор. Вот такая вот интересная телевизор. Я вот сейчас понимаю, что вот я об этом рассуждаю на полном серьезе, и меня это подколачивает. Потому что я понимаю, что если я это сделаю однажды, то мир перестанет быть прежним. А поскольку это со мной происходило, я понимаю, что это всего лишь тот же вопрос, всего лишь техники. И опять же, я понимаю, что этому не надо сто лет учиться. Это надо просто сформулировать, как это делается. Пробовать, пробовать, пробовать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...